Система фильтрации. Я уже налил воды и всё. В принципе, фигня. Что это такое? Ой, спасибо. Теперь делаем следующее. С обратной стороны открыли, открыли. Сюда давление дали. Сюда давление дали. Включили насос. Пошли смотреть, какая эмульсия будет сейчас. Так, давление стравили. Здесь открываем. Всё. Есть. Так. Теперь нам надо открутить здесь. Для этого нам понадобится ключ-уход. А, стоять бояться. Но это всё самое важное. Корабинчик. Пока так, это будет временное решение, потому что всё равно систему всё буду переделывать. Здесь, ну, сделан очень бюджетным вариантом. Из дюймовой дырель идёт сразу 16-я металлопластиковая труба и идёт туда на раковину в кухне. А у меня будет туда подводка и плюс ещё туда, к ванной комнате. Ну, короче, вот, это будет такая поддерживающая конструкция, наверху здесь будет уголочек крепится и будет всё вот так. Труба тоже непонятная стоит без гильзы, без ничего. Вообще, конечно, размышления такого плана уже у меня, что, может быть, товарищи мыши проели дырку в этой ПНД трубе, что вполне вероятно может быть. И из-за этого у нас идёт подсос песка, потому что его не было, потом как-то резко он так бабахнул. Но всё равно фильтр ставить надо, это как бы в любом случае. Но суть в том, что есть такая вот ерунда. Вот, сколько бы раз ни делал работу по сантехнике, всегда на самом деле переживательно за счёт того, что внизу соседи. Проливал я их несколько раз, но везло в том, что соседи всё-таки люди хорошие. Спасибо вам, товарищи, за то, что вы имеете столько терпения терпеть меня. Вот, и, а теперь вообще прям полный кайф. Никаких соседей снизу, вообще, кроме мышей. Но с мышами мы не очень ладим. Они, хотя они очень хорошие, они очень нравятся моей кошке. Ну, не в том плане, что они там вместе живут, планируют создать семью. Моя кошка просто очень любит их кушать. Далее поехали. Отдвигаем станцию. Здесь у нас уличный шланг. Здесь, в принципе, никак не держится. Здесь, тут отпустим. Тут тоже ничего не держало нас. И отодвигаем. Ну, вот так вот выходить 16-й трубой из дюймового вот этой штуки. Получается как? Вот эта труба идёт у нас через отверстие, ну, через картофельную засыпалку на улицу. А эта труба идёт, ну, на кран холодной воды, так скажем. Сейчас там я подключил бак, но не суть. Про другое хочу рассказать. То есть, когда там кто-то моет посуду, а с улицы кто-то подходит набирать воду, допустим, там что-нибудь пополивать, то, естественно, вся вода идёт вот сюда. Потому что здесь сечение одинаковое. И всё. Кто мыл посуду, он остался вообще без воды. Он стоит такой, что мне делать, куда мне чего, никто ничего не понимает. Вот. То есть, поэтому и будет здесь дюймовка, лежак-дюймовка. В баке 25-я. Ну, то есть, 32-я будет. В баке 25-я. А уже из баков и холодная от лежаков наверх будет идти 20-я. И надеюсь, что это всё-таки позволит устранить вот эту проблему с тем, что не будет давления. Потому что у меня там бойлер стоит для ванной, для душа. Здесь бойлер на кухне стоит. А вот эта система, она, конечно, сделана очень недорого. Здесь, ну, чего тут обыкновенная 16-я труба. Металлопластиковая труба. Очень пластичная и позволяет производить такие жёсткие на неё воздействия. Так, примеряем конструкцию. Ещё надо двигать. Нифига себе. Понятно, что здесь всё не так, всё неправильно, всё криво-косо. Но уж, что есть, будем переделывать. Главное, что это есть. По крайней мере, не надо ходить за водой на колодец. Это уже всё равно хорошо. Большой плюс. Летом это ещё куда не шло. А сейчас вот, в 15 градусов, лишний раз, в принципе, неохота выходить из дома вообще куда-либо. А тем более за водой. Карабин я, конечно, покупал не для этой задачи. Карабинчик у меня для того, чтобы сделать мой блочный сырный пресс. В новом виде, в надлежащем качестве. Карабинчики, по крайней мере, можно купить. Так, вот так мы в подвешенном состоянии. Берём прокладочку. Её прочищаем. Развернули. Так. Что, можно ещё? Одно звено вниз. И теперь-же здесь это отворачиваем. Это мы снимаем. Резиновое кольцо там внутри. Вот как это будет. Хорошо, что есть американочки. Придумал же кто-то. А раньше сгуланы, сгуланы. Да? В принципе, ничего вроде бы волшебного. Но, как показывает практика, основная проблема происходит только в тот момент, когда вы включаете систему. Удлинитель всегда должен быть под рукой. Потому что он такой хороший. Папа-пара-пара-пара-пара. Всё. Начинаем заниматься заливкой системы. Оп. Блин, прикольную воронку какую-нибудь надо сюда сделать. Вот. Из-за песка стравливает клапан. У меня такое жгучее мнение. Потому что он то бывает, то не бывает. То стравливает, то не стравливает. То есть, очень трудно понять, на самом деле. То есть, он бывает, каждый полчаса включается. Бывает, включается там раз в три часа. У меня такое чувство, что... Так, здесь вода уже потекла. То есть, эту штуку мы залили. Тут хорошо. Вот. Что он либо намывается, либо не намывается. То есть, у него там какой-то свой личный график вот этого всего действия. Закрыто, 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 закрыто. Закрыто, вперёд. Ушла вода. Давление держится. Не качает. Оно скипело. Оно скипело. Оно всё. В кислороде. Так. Ну вот, в принципе, настал тот момент, когда... приходит что-то непонятное. Все в мутной пенной жиже. Что это такое? Ой, спасибо. У меня тут пины прям целое море. Как будто пенная вечеринка какая-то. Не, я не спорю, что это воздух. Сбил просто вот. Ну как-то. Лишь по насос не умер. Вот еще. И еще. Вроде он жужукает. Но это пина. Кран не держит вообще нифига. Кран не держит с него воздух. Пускай, короче, не скрывается. Ну, сам насос. Пускай из него вот это воздух весь выходит. Конечно, это возможно. В приезде мы будем решать, смотреть дальше, что у нас происходит. Вот так вот. Короче, ничего. С первого раза не заработало. Ну, а кто бы сомневался. Я же говорил, что все заново придется покупать. Поехали за новой насосной станцией. Вот. Та-дам! Так. Всем привет. Сегодня второй день. Сегодня мы продолжаем греться около паяльника. На улице холодно. Здесь хорошо. Порог есть. В общем, что. Будем делать крепление труб к доскам пола или к балкам, то есть к чему-то. Буду делать вот примерно так. Ать. И вот сюда клипсу. Тинь. Будет такая вот конструкция. То есть фанерку я креплю сюда. Вот. Это к кубику. И фанерку потом пим. Вот так вот. Ать. Будет такая штука. Позволит, в принципе, избавить от намокания конденсатом непосредственно сами доски пола. Ну, я так думаю. В общем, все. Все, что знал, сказал. Все. Пошел дальше. И вот как опять, в общем, сижу, ковыряю свои вот эти вот штуковинки, сделаю их. А мысль-то о другом, на самом деле. Если сюда поставить эту штуку, то появляется вопрос, как откручивать вот эту штуку спускную. Этот кран Майерского. Никак. А это уже все тут. И, короче... Сейчас будем переделывать. Все заново будем переделывать. Слышала? Опять переделываю. Вот так вот. Не хватает образования технического. Как же мало дает нам строительный университет. Короче, фильтрующая система будет стоять на том месте, где сейчас стоит камера. Вот. Я на потолке нарисовал примерные точки узловых перемещений. То есть там, где будут у нас эти узлы. И, как всегда, для того, чтобы я мог все это исправить, я делаю вот такого размера внушительные огромные штуковины. Ох! Чтобы можно было пару раз отрезать. Потому что вот уже на муфточку я муфточку напаял. Потому что уже отрезал его откуда-то. То есть все у меня будет вот из таких муфт. Там муфты, тут муфты. Ну, единственное, видите, здесь пока нет ничего. Вот. Но это говорит о том, что это делал мастер. Вот. И всегда надо помнить о том, что это лишь мастера. Так. Здесь у нас крантель. Крантель. Крантель откроем. Иначе просто даже не встать. Вот. И теперь будем припаивать. Ох! Ну, теперь так вот маленькие кусочки у нас срастаются. Ох! Ох! какой кран вообще не вдевается фу какой-то не такой кран это откуда у меня такой кран короче в чкаловске 200 рублей такой кран стоит 200 рублей пока станут одни детальки мы варим другие детали и так вот кусочек срастается тут будет стоять фильтр его наверх труба и пошла туда в тройничок самый сложный тут тут участок связать на самом деле все кошмар не представляю как обязательно надо надеть гайку перед тем как варить вот эту часть иначе придется опять разрезать и не ну я так не делал вот такая вот ерунда с малыми городами все очень монополизировано из-за этой монополии к сожалению многим людям тяжело сделать выбор пользу того или другого это как мы окна покупали приехали в чкаловск вроде одна контора объехали весь чкаловску смотрели ничего не нашли а там который говорит с вас тридцатка а мы такие ни фига себе тридцатка что-то дороговато может хотя бы 20 бы там 25 ну блин у 5000 по сравнению с 30 это ну все равно дофига нашли за 15 внешне это нормально вот такие пироги вот такие пироги так все не мешайте это идет сюда это идет сюда вот через эту штуку не слушай давай на самом деле отрежем конечно вот из-за этого кран получается очень мощные заужение на самом деле по сечению ну а чё делать иначе вообще никак или сюда чего стоит 40 экрана тогда тоже забавно почему тогда 32 экраны с таким заужением зачем тогда нужно вообще вся 32 труба если стоит вот такой для объема воды чтобы отбор воды был соответствующий вот для чего это надо очередной интересный момент кран переставил то есть он с этой стороны был я его сюда переставил что вот он так закрывался открывался да то есть чтобы хорошо красиво было так все замечательно а так пьем не страшно укоротим можно переставить но мне больше нравится укоротить или переставить или укоротить вот в чем вопрос все уже готов можно идти обедать если хочешь говорить можно идти это как ты понимаешь что я всегда хочу есть понимаешь слово есть и и хочу вылезай за и за и вылезай да а я там уже и тройник наварил вот не надо торопиться то тройники то наваривать ну в принципе тут компенсатор нужен это однозначно без него никак это будет у меня для слива в принципе все системы сюда поставлю какой-нибудь вентилек небольшой здесь будет сливаться система весь дом если вдруг сходил такие все таки за трубой но поскольку у нас на улице очень холодно 15 градусов это среднем блин на 5 градусов ниже чем у вас в городе то получилась такая ерунда что надо трубе немножко нагреться иначе если ее резать ножницами она может просто-напросто вот такие пироги поэтому буду пока паять то что у меня есть кстати 15 миллиметров это ширина вот этого хомута то есть если кому интересно может так вот приложил и отметил чтобы лишнего не засунуть и не дозасунуть так скажем потому что не дозасунуть это же гораздо хуже чем пересунуть да и как раз у меня будет кусочек трубы которым я смогу снивелировать ну вот вся эта штука это сюда будет как подводная лодка ну по крайней мере будет удобный узел для обслуживания фильтра ну вот и если что можно будет еще немножко как-то пошаманить попеределывать если вдруг чего-то не так ну вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok